Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 апреля и вот буквально несколько дней назад я снимала видео, в котором рассказывала о суперфосфате, как его лучше внести, о том, что это долгоиграющее удобрение, то есть пролонгированного действия, что лучше всего вносить его осенью. Но тут же я говорила, что иногда мы забываем, иногда просто не хватает времени и чаще всего все-таки люди стараются внести весной, приходится им внести весной. И я также говорила, что лучший выход это вытяжка из суперфосфата. Сейчас я буду делать, я вам покажу. Но я сразу скажу, что посмотреть, как делается вытяжка из суперфосфата, вы можете в интернете роликов, очень много, разные рецепты, все. Моя вот главная цель этого ролика не просто показать вам, это очень просто, как залить кипятком и все, не просто показать, как я заливаю и как я помешиваю, а объяснить вот самую суть этого метода, зачем мы мучаемся целые сутки, настаиваем, помешиваем, сливаем с осадка. И опять же это о том, что вот суперфосфат у нас необычное удобрение, оно стоит как особняком, что это очень долгоиграющее, и оно не то, что плохо растворяется в холодной воде, то есть, когда мы весной в лунки закладываем, и влага там, ну как, невысокой температуры, можно сказать, там холодная вода, холодная влага, и в этой холодной влаге очень долго растворяются эти гранулы, и они почти не растворяются. И все-таки лучше всего поливать вытяжкой из суперфосфата, это более доступно будет для растений, то есть, это мы получаем быстрый фосфор. Когда нужен нам фосфор? Вот смотрите, у меня кислая почва, кислую почву томаты любят, они хорошо на ней растут, но в кислых почвах обычно фосфора не хватает, иногда нет вообще там в минимальных количествах, и вынуждены люди кислые почвы суперфосфатом все-таки удобрять. И когда я говорила, что я не сторонник вот этих всяких удобрений, стараюсь не удобрять, не подкармливать, но вот это вот суперфосфат, внесение суперфосфата, это даже не удобрение растений, это, как объяснить-то, улучшение состава грунта, то есть, в грунте должен быть обязательно фосфор. Фосфор нужен для наших томатов, и для завязывания лучшего формирования плодов, и для улучшения вкуса, и для увеличения корневой системы, и растение мощнее, здоровее, оно меньше восприимчиво для фитофторы, но чтобы вот оно фосфор получило, он должен содержаться у нас в грунте. Так что вы не рассматривайте вот это вот внесение суперфосфата, не рассматривайте подкормкой для растения, то есть, вы не даете этот суперфосфат для того, чтобы оно, например, там жирело, хорошо росло, вы просто улучшаете качество своего грунта, а от этого, конечно, становится хорошо и растению. Оно крепче, выносливее, больше урожайность. И вот делаем мы вытяжку именно для того, чтобы фосфор, как это выразится, если более научно, то изменить вот это агрегатное состояние удобрения, то есть, оно у нас трудно растворимое, а мы переведем его в легко растворимое и в удобное, доступное для растений. Все, начинаем. Сначала я про рецепты расскажу. Вот я поставила тут два суперфосфата, которые у меня есть. Смотрите, вот у меня суперфосфат двойной. Это старая пачка сейчас открыла, давно лежала уже. И вот суперфосфат двойной, который в прошлом году купила осенью. Смотрите, они совершенно разные, и некоторых может спутать вот такой разный внешний вид. Все это тот же самый суперфосфат, просто, как мне говорили, вот это вот, он гуманизированный, что ли, но его что-то туда добавляет, он меняет цвет. Вообще у них состав почти одинаковый, везде немножко азота 10%, остальное фосфор там от 44% и до 50%, вот этот, тот и тот двойной. И смотрите, какой бы ни был у вас суперфосфат, или тот, или тот, могут быть разные вот эти дозировки для приготовления вытяжки. В интернете вот самый такой часто употребляемый вот этот рецепт, это когда 20 столовых ложек вот этого сухого удобрения на 3 литра замачивают. Это как у нас маточный раствор, изначальный будет. И когда настаивают, сливают с осадка все, то 150 миллилитров вот этого маточного раствора на 10 литров воды, и это рабочий раствор. По 2 литра в лунку добавляют, это вот когда взрослые растения, все по 2 литра в лунку. Вот сейчас, когда мы высадили, и когда у нас рассада, достаточно по пол-литра наливать, например, если вы высадили, если вы все полили, и можно по пол-литра. Можно сразу вот, это зависит от того, вообще есть у вас фосфор или нет. В прошлом году осенью вносили вы или нет, и вообще каждый год добавляете вы или нет. Естественно, если вы добавляете каждый год, и у вас более-менее уровень фосфора держится, то можно по пол-литра. А я вот, например, у меня бывает перерыв и год, и два, тогда, конечно, нужно прям вот поливать всю землю. Вообще на квадратный метр, везде на инструкции написано 20 граммов. И я читала в какой-то статье, там доктор наук пишет, что вы должны просто знать, что каждый год, каждый куст томатов у вас должен получать 20 граммов вот этого растения, суперфосфата. Вы можете два раза понемножку подкормить, можете единожды заправить хорошо и потом уже не трогать. И достаточно одного внесения осеннего, например, или весеннего, и потом летом опрыскивания по листу во время цветения, формирования плодов, и этого достаточно. Тут я тоже хочу всех предупредить, что не обязательно суперфосфатом поливать и поливать, и поливать несколько раз. Больше, чем нужно, растение у вас фосфора не возьмет. И это будет напрасный труд. Хоть 3 вы подкормки делаете, хоть 4. Ему нужно 20 миллиграмм, например, вот этого вещества. Ну, 20 грамм, не знаю, как там измерять. Оно больше не возьмет. Остальной фосфор, так он останется у вас невостребованным в этом году. Но тут есть и плюсы, конечно. Переборщить вы тоже не сможете, потому что не было случаев ни разу, даже описанных, ни разу не читала, чтобы фосфор как-то навредил. Это не азот, не начнется ни жирование, ни у вас ничего не испортится. Ну, просто он уйдет в землю и все. Ничего не будет. Так что вы не бойтесь, если вы в крайнем случае по незнанию там больше налили, больше подкормили или много сделали. Ничего страшного не будет. Он, ну, просто напрасный труд. Никакого ущерба он не принесет. Так, я вот сказала про самый распространенный. Но я сейчас сразу скажу, что на 3 литра, например, мне много. Я вот делаю более такой простой, не простой, а более уменьшенный рецепт, когда вот на такую банку литровую всего беру 100 грамм суперфосфата. Я сейчас взвешила на весах, которые у меня вот прям до миллиграмма, взвешила ровно 100 грамм, а вообще меряют всегда ложками. На пачке написано, что ложка большая, примерно 22 грамма. Но тут главное не ошибиться. Я вот специально сейчас промерила. У меня получилось в 100 граммах всего 3 ложки. Значит, у меня ложка получилась 33 грамма, но я брала вот так с верхушкой. Так что если 22 грамма вы будете высчитывать и брать 5 ложек, например, для 100 граммов, то нужно брать вот так без верха. Если вот таких 5 ложек без верха, будет примерно 100 граммов. Но опять же говорю, что тут не обязательно до миллиграмма высчитывать вес. Не имеет значения, зальете вы 100 грамм или 110 грамм, большой разницы нет. Тут самое главное, что мы должны залить водой горячей. Именно на этом и основан весь смысл. Вот сейчас, видите, чайник закипел, я его уже вскипятила только что. Вот, вода закипела. Кипятить их не надо. Мы просто наливаем горячей воды прям кипяток. Наливаю я, конечно, постепенно, чтобы банка не лопнула. Должен раствор потом получиться, как молочко. Вот и все приготовление вытяжки из суперфосфата. Теперь самое главное нам помешивать в течение дня несколько раз. Время указывается разное. От 12 до 24 часов. Я сразу скажу, я оставляю на сутки. Я вот сейчас залила. Помешаю хорошенько. Они сразу, конечно, не размешаются все. Оставлю. Пойду на улице, что-то поделаю. Прихожу, когда домой, или перекусить, или там что-то забыла унести. Еще раз помешаю. Достаточно помешать 5-6 раз, и пусть она стоит. Потом, завтра утром, когда вот этот разделец, осадок упадет, нужно с осадка слить, осторожно снять. И вот то, что останется, это и будет маточный раствор, который можно использовать. Брать 50 мл. Ну, 50 мл, это, наверное, так, не знаю, как стопочка или что-то там какая-то. Стопка маленькая 30 граммов, а большая, вот большая стопка, если хорошая, она может быть и до 100 грамм. Ну, это все примерно. 50 грамм на лейку, или там на 10 литров воды, если вы будете поливать ковшиками. Все. Вот этого раствора литрового хватит там, ну, сколько здесь, 50? Ну, хватит, короче, на целый ряд, наверное, томатов. Так как я уже почти во все лунки добавила суперфосфат, я поэтому развела очень мало, что мне много сейчас не нужно. Но вообще в интернете даются обычно большие дозировки. Это когда прям пачку растворяют, например, в 10-литровом ведре, настаивают, и потом полстакана вот этого раствора на лейку и поливают. Еще хочу сказать, что не обязательно делать вытяжку вот так вот. Есть два способа. Вот это мы кипятком налили, а летом, когда вот, например, во время формирования плодов некоторые делают более таким методом, ну, щадящий, не щадящий, он более легкий, короче. Просто заливают водой, ставят в теплое место, например, на солнце. Вы знаете, что летом может нагреться и до 50 градусов вот эта вода на солнце, может аж такая быть горячая. И там только удлиняется время воздействия, оставляют на трое суток. И трое суток вот пошел, прошел мимо, помешал. Идешь в другую сторону, еще раз помешал. И он сам по себе растворяется. Как бы вы ни делали, каким бы способом, или вот залить кипятком, или поставить в огороде, пусть она греется трое суток, растворяется постепенно. Самое главное, что мы должны, это воду дать, повысить, короче, температуру воды. Она должна быть выше, чем та, которую мы когда заделываем в грунте. Если мы заделаем вот эти гранулки в грунт, в прохладную воду, будет очень долго. Скорее всего, или к осени она, или на будущий год растение получит вот этот фосфор. Все, повысили температуру воды, все это быстро произошло. Вот этот, самое главное же, что там гипс в составе, ну там много сопутствующих. И все это лишнее, оно упадет в осадок, а фосфор как бы освободится и будет доступен для наших растений. Для наших растений. Все, это самое главное, что я вам хотела сказать. Можно залить кипятком, можно оставить на солнышке. Рецепты разные. Есть, вот я сказала вам, самый распространенный, 20 столовых ложек на 3 литра воды. Есть классический рецепт, который, сейчас, я где-то даже выписала, тут разные вам рецепты. А, вот классический рецепт, который указан во многих справочниках, это 500 грамм суперфосфата на 3 литра воды. Ну, как вы видите, что тут всякие, есть 300 грамм на 3 литра, есть 500 грамм на 3 литра, есть просто пачку килограммовую в 10-литровом растворяют и все. Еще, если вы захотите делать вытяжку из суперфосфата, вам надо больше информации, ну, где-то в интернете или статьи почитать, там, в литературе поизучать, потому что там чаще всего указано, что вот во время этой, когда вытяжку использовать, добавляют очень часто азотное удобрение и золу. И что азотное удобрение, оно способствует усвоению вот этого фосфора, то есть эта вытяжка будет более эффективная. Все изучите, все посмотрите, какой вам рецепт подойдет, или на большое ведро, или вот как у меня всего на литровую баночку, и, пожалуйста, применяйте, потому что суперфосфат – это то удобрение, без которого некоторым зачастую и не удастся получить хорошего урожая, даже при самом максимальном своем вложении. Вот я говорю, у нас почва бедная, песчаная, еще кислая она, и фосфора там совсем нет, и как бы, вот, например, как бы ты ни бился, если ты не сделаешь хотя бы раз в год или в землю внести, или опрыскивание по листу, не сделаешь вот эту добавку растениям фосфора, ничего они тебе сильно не отдадут. Ну отдадут, конечно, будет нормальный урожай, но того, на что способны вот эти сорта, эти растения, вы, возможно, не увидите, потому что фосфор все-таки нужен в разумных пределах, в минимальных, вот хотя бы раз дайте растениям фосфор, они будут благодарны, особенно, если у вас уже есть явные признаки фосфорного голодания, то есть фиолетовые листья, такие вот с фиолетовым оттенком, иногда недостатка фосфора скрючиваются, вот так вниз загибаются листочки, вы только этим облегчите им жизнь и поможете. Минеральные удобрения в разумных доль, ну в разумных таких, как сказать, порциях, в разумных пределах, они все-таки нам нужны. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok